Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1230. События дня. Стирахов 35, 14 и далее. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он – надежда Его. Блаженна душа боящегося Господа, кем Он держится, и кто опора Его? Он – очи Господа на любящих Его. Он – могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачуство, жизнь и благословение. За 29 апреля 2019 года. Наше объявление, коротко так, задержите и прочитайте. Умерла сестра, четверо детей, и решили тут помощь оказать люди. Ну и далее пишут, кто. Ну вот, Вячеслав Семенов, пошли проповедовать. Вот отзывы какие. Мы уже посоветовались, вчера ролик составили, я ему рассказал, как это делается. Должна быть регистрация религиозного объединения, общины там, и чтобы священник там расписался, печать поставить, и что прошел курсы. Ну, то есть говорить, что надо знать. А вот одна ли интересуется душа старой обрядцах. Вот Масленников так сказал, я не знаю, как он сказал, что приняли какого-то отлученного, этого не было, запрещенного. Тот стал священником, ну все, неправда, он митрополит, амбросия. Я отвечаю, это, она спрашивает, правда, я отвечаю, безбожная неправда на все сто процентов. И вот даю, куда посмотреть. Митрополит был и не запрещен, а на покое. Благодатная церковь, с чего не отрицает МП. Дмитрий один пишет, вот. Прочитайте, интересно сегодня. Больше пяти лет уже смотрит наш канал. С Канады. Вот он, от Торонто. Задержите, просчитайте. Ну, немного показать тут наши ресурсы. И вот такое. Я покажу. Мне прислали, я этот материал вам показать хочу. Мэрия товарищу Кананец. Не дают им там где-то площади, как это, к Собянину. Вот вверху. Низу, просчитайте. Ну, загоняют в угол их. А вот геям этому, садомитам, это пожалуйста. Слушай, не на чем люди. Живет одна коротенькая жизнь. Земля несется в космосе. И один над другим издеваются, и все. Ну, решили они быть православные, проверенные. Нет, не дают место, где надо. А куда-то в сугробы загоняют. Осипов. Прекрасный человек. Сколько он отсидел, отмучился. А эти-то, которые препятствуют. Они же ничего этого не знают. Вот я некоторые публикую материалы, которые мне прислали. Вот еще одну. Это вот Осипов. Значит, я его сразу ответ быстрый переношу сюда. А вот Каскун, священник, прямой эфир. Вопрос. Как вы относитесь к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Он отвечает. Все дело в том, что Игнатий Тихонович имеет непосредственное отношение к моей духовной жизни. Потому что мой духовный отец человек, у которого я проучился многие годы, протеерей Геннадий Фаст, в свое время принял православие Игнатия Лапкина. И поэтому я об этом человеке знаю не просто понаслышке от очень близких людей. Являюсь как бы его духовным внуком. Конечно, человек миссионерствующий, человек искренний. В советское время очень много пострадал за Христа, за проповедь. Сидел в тюрьме неоднократно. В общем, впоследствии имели свои какие-то моменты. Разошелся со священноначальем. Пришлось перейти на зарубежную церковь. Многие за это его осуждают, за это право. Вся их деревня, вся их община перешла. Но тем не менее, как бы человек, я считаю, что он несет позитивное дело в интернете, особенно, несмотря на свой возраст, он же преклонный. Он все-таки очень много людям помогает, отвечает, занимается. Вот так. Кому-то не нравится. Это не значит, что Игнатий Тихонович плохой. Ну, просто, как говорится, он не для вас. Ищите себе другого проповедника. А если через Игнатия Тихонович вам что-то приходит, ну, слава Богу. Молитесь о его здравии, что такие люди, они редкие. И в советское время, конечно, это был очень известный человек в церковных кругах. И нам бы сегодня, конечно, столько ревности, смелости, мужества, проповеди Слова Божьей, какие он явил в свое время. Вот видите, это все из интернета. Так-то бы без интернета, может, и не узнал. А так узнал. Ага, вон как пишет. Ответ дает. Ну, и тут вот с шахматом что-то. А-а-а, под роликом там у него пишет один. Этот не православный Библию знает Лапкин. Получше, чем самый православный, приправославный. Еще. Правильно, сейчас любят себе делать кумиров из ведущих каналов. А ведь не сотвори себе кумира. Ну, тут кто-то с чем занимается, всякие дела, что-то вникает, что-то отвечает. А душа своя никакая. Библии как будто бы для них нет. Святых отцов не знают. К церкви не имеют никакого отношения, ни посты не соблюдают. И нигде на проповедь не идут. На край света поедут. Ну, чем угодно будут заниматься. Ну, и кто это делает? Когда Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Все на этом. Вот о мироточивых иконах, там чудо какое-то, там благодатный огонь. Создали комиссию патриархии. Там Ян Экономцев, архимандрит, Павел Флоренский, один там биолог, об иконах. Ты в конце пришли, не черти ли нам голову свернули? Что попало делаем? Над нами издеваются, там эти чудеса мироточения показывают. А мы тут думаем. И в конце концов комиссия пришла к тому, о чем я бы говорил с самого начала. И вот надо где-то что-то, камушек какой-то достать. Как Рашининикову, там Славику поехать, там этих, кажется, динозавров пощупать. Ну, что это? Я-то отвечаю, не думать. Это мои ответы на это. На меня выходите здесь и уходим. Большая масштабная работа. Получилось не просто интервью. Это шахматовый, говорит, а полноценный документальный фильм, который смотришь на одном дыхании. Концовка чего стоит? Глубоко, тонко, одновременно просто. Если говорить о личности Игнатия Лапкина, то он, безусловно, уникум, харизмат и ходящий энциклопедии. Подкован как в теории православия, так и в практике прямого общения с живым Богом. Самое главное, что я рассказываю о своей биографии, книгах, общине, детском лагере и прочих достижениях, многим все это перечисление ошибочно кажется самовосхвалением, тщеславием, гордыней. То есть вот надо ничего говорить, а по чужим лазить. А своего-то ничего не могут они показать. А почему? Иакова 2,18 прямо призывает, покажи твою веру без дел твоих. А что он покажет? Пустота? А я покажу тебе из дел моих. А показал? А Господь повелевает, город на вершине горы. Этим увлечь человека можно? Нет. Только не говори там о себе никак. А Павел, по сегодняшним меркам, он в штольках палился, я больше всех потрудился, больше там был путешествий, больше в гонениях. На самом же деле, весь его путь есть мощная живая проповедь. Вот видишь как. Мощная живая проповедь. Это разные люди, а то есть это. Которая уже привела в лоно РПЦ, МП, бесчетное количество иноверстов, еретиков, атеистов. Вот это и есть его главный козырь, в котором растворяются любые гневные и псевдообличительные комментарии, имеющие уши дослышат. Вот, Тамара, мы не пережили то, что он пережил, при этом сохранил ум и сердце. Что мы такие требования предъявляем к пожилому уже человеку? Да ни в чем тут пожилой-то. Просто разговариваем. Они вот сейчас вокруг одного пляшут, друг другого. Того только сбросили сразу. Андрей, столько, они только сказали слово, все. А сколько от отца Владимира Головина отошло? Сколько его поносят сейчас? Ну все это временное. Такой интервью еще не было. Спасибо, Алексей Михаил Кальмаев. А мне по душе заключительная часть фильма вообще прекрасна. Видение от Бога. Кто видит, а кто нет. Игнат Тихонович православный, который видит и говорит то, что ему открыл Бог. Многих поэтам от его слов корежат, потому что бьют его славу в самой внутренней сущности человеческой. По совести души каждого. Он не Бог, он человек и может быть единственный человек в России, кто так искренне молится Богу о всех нас в России живущих. Посмотрите, может вы видите последнего молитвенника, кто бы так молился, больше таких не будет. Нужно прожить такую жизнь, как он прожил, чтобы так молиться. Благодарю вас, Алексей, за ваш бесценный труд. Я знаю этих людей. Стоило смотреть радио молитвы в конце. Молитвенные слова сделали то, что не сделали все остальные за целый час интервью. Надеюсь, что Господь обязательно услышит моление. Дальше Лемеш пишет. Игнатий Лапкин на практике показал, что есть вера православная. Что она есть? Сейчас у людей не христианство, а игра в христианство. Больше счастья верующего в население. Некая такая мода. Ставить свечи, светить куличи, путешествовать по святым местам. Но никто не живет по Евангелию, по святым Божьим заповедям. Даже святую Библию никто не считает. В кого верят такие люди? Увы, к сожалению, но это так. И самое, что страшное, люди, живущие в смертельных грехах и не желающие с ними расстаться, подходят к их причастию и на молитвах просят Господа о своих требованиях. Еще один. Он может и есть, но говорит, но мы, пораженные грехом, не хотим принимать слова, обличают. И только ищешь оправдание. Елена. Алексей, спасибо. Я ничего не знал об этом удивительном человеке Игнатии. Его трудами будут пользоваться потомки, если не уничтожат православную веру. Останутся его знания. Были бы те, кто захотел бы этим воспользоваться. Игнатий – это атомный двигатель. Алексей, еще раз огромное вам спасибо. Вы в этом интервью так же интересны, как и ваш собеседник. Сергей, отличная работа. Какая мощная личность. Спасибо, Алексей. Но каждый вмещает, сколько может. Татьяна. Владимир. А лестница на заднем плане? Это ведь не просто так. В интервью с отцом Владимиром она-то тоже была. Несомненно, это божий человек, какая-то флора. Молитва в конце искренно, сильно. Нет, не зря вы съездили в Барнаул. Алексей, спасибо вам, Светлана. Феномен просто. Очень интересный человек. Стоит познакомиться с его мнением. Так. Одна пишет Алена. Я вчера была на богослужении в общине у Лапкина в Барнауле. Такой благодати ни в одной церкви не увидишь. Какие там люди, мужчины, такой почет вызывают. Все степенные, с бородой. Какие женщины красивые, благочинные. Дети-ангелочки. Какие они песни пели. И какие стихи читали. И на всех печать благодати Божией. У меня слезы умиления и благодарения Богу лились. Глядя на этих людей, душа очистилась. Спасибо Алексею, что открыл для меня мир Игнатия Лапкина. Его общину благословенной. Слава Богу за все. Христос воскресе. Да, была. Разрешил. Мы редко разрешаем, кому к нам приходить. И у нас 27 лет община. И запрещено к себе звать. Вот вдумайтесь в это. И найдите где-то такое религиозное общество. К себе не звать. А как тогда так? Ну вот так. Проситься будет? Разрешим или нет еще? Так. О бороде считаем в толкованиях. Например, в толковании 6-го Вселенского Собора. 96-е правило. В толковании Иоанна Зонары. В греческое кормчае Педалион. Преподобный Максим Грек говорил. Если проклятый, уклоняющийся от заповедей Божьих, как слышим во священном песнопении, той же клятвы подлежат истребляющие бритвы и бороды свои. Слово 137-го. Ну, я еще могу сказать. Надо верить. Безбородые стоят. Нигде не мерзкий. Об Игнатия Лапкина раньше не слышал. Восхищена его знаниями. Божий человек. Спасибо вам, Алексей, за работу. Лапкин достоин. И Лена какая-то большого уважения. А вы не очень корректно по отношению к нему. Где-то явно провоцируете. А он достойно вам отвечает. Без злобы, с добром. У меня он не вызывает неприятия. Маша. Очень интересная беседа. Жаль, что нет возможности посмотреть полностью интервью по понятным причинам. Так, а мы же выставили. Что тут? Работу выполнили очень большую и тяжелую. Человек непростой. Сложно с ним разговаривать. Чтобы понять, надо быть на его уровне знаний в духовном плане и прожить его жизнь. Люди привыкли к современным условиям жизни. А он остался в прошлом. На своей волне. Сейчас для паломников стараются оставить комфортные условия ночлега. Так и вертится у меня в голове последний из мегикан. Его можно слушать часами. Особенно мне понравилась розготерапия. Право. Дальше славный. Лапкин говорит о канонах, данных нам святым духом. Через величайших отцов церкви на вселенских соборах. Они, по-вашему, не любили людей? А вы любите. Смешно. Очень смешно. Николай, наисподи скажите об этом, а то мало ли что. Правду, говорит, прав отец Игнатий. Перед поездкой этой я подумал, ну чего мотаться? Только деньги тратить. А ведь как все душевно получилось. Спасибо, Алексей, что показали Лапкина таким. Алена какая-то, Татьяна, Шадрина. Очень интересно поучительно. Судить об Игнатии Лапкиной не смею. Никаких отрицательных не испытал. Ну тяжеловато для меня. Люди, говорят, мирские, говорят по-мирски. И мир слушает их. И у них там этих лайков лают, там тысячи свора лают. Ну и что из этого-то? Где они будут на суде Божьем? Лишь бы только уютно и комфортно было. Пришел, рот разлинул, причастился, больше ничего не надо. Ни поста, ничего не соблюдает. Одевается в мужскую одежду, в брюках, мерзость. В Тарзаконе 22 глава 5 стих говорит, мерзок перед Богом, мерзавки. Конечно, тяжеловато для многих и для меня тоже. Потому что мы слишком ослаблены из-за своих грехов. С Богом все возможно. Ну вот тут. Как бы там ни было, но знания у него колоссальные, Денис. Здравствуйте, Алексей. Спасибо вам за ваш труд. Юля какая-то. Простите, меня неадекватный. Но в нескольких местах сражал меня хохот от вашей беседы замечательной. Я ору, потому что он плохо слышит. Да не хочу я бороду и лопатку. Какой журналист? Да никакой. Не вызвал этот старик у меня никаких негативных чувств. Вот только что я думаю, почему его эта жесткость и бескомпромиссность вызывают сопротивление у многих. Потому что если он прав, вы понимаете, да? В какой же, простите, мы все с вами пребываем-то. И все иллюзии нашей духовной жизни вмиг улетущиваются. И тогда не очень пахнет уже не от этого старика. А зловоние стоит от нас и образа нашей жизни. Надеюсь, сумбур мысли моей более-менее понятен. Но буду еще долго думать и размышлять. Алексей, благодарю. Александр, удивительный человек. Алексей, благодарю за труд. Слава Богу. Алена, спасибо, Алексей. Прекрасный документальный фильм. Владимир, бродобритие хуже изнасилования. Вот это высказывание. Наталья, сейчас во время, о котором святые говорили, что девять больных придут к одному здоровому и скажут, что он болен, потому что не такой, как они. Поэтому для большинства современных православных Хлопкин духовно болен. Но когда считаем Священное Писание, Библию, то видим, что такой же, больной в кавычках, апостол Павел не стеснялся говорить о своем труде в Господе. Павел говорил, подражайте мне и так далее. По современному был в прелести, гордыне и тому подобное. Так Павел говорит, подражайте тем, которые следуют этим путем, не только ему. Дальше. Тимур. Лапкин не болен, как и апостол, но некоторые их идеи – это просто анахронизм, непригодный для современного общества. В частности, про одежду, про дискриминацию женщин, про бороды. Те церкви, которые этих ветхих норм придерживаются, теряют пасту. Пасту теряют. А кто же потеряет? Это дурки Господние. Кто похитит? Наталья. Если бы вы любили Библию, то поняли бы, о чем речь идет. Все апостолы учили о том же. Если бы они пришли в современный мир, их бы так же ненавидели. Это под одним роликом столько отзывов. Машкарова, Ирина. Очень интересное профессиональное интервью. Алексей уловил суть и показал Лапкина с лучшей его стороны. Потому что есть еще одно, которое выложено своими Лапкинами. Оно в разы отличается от работы Алексея. Там Лапкин другой, не причесан. И впечатление о нем тоже другое. Это мое мнение. То, что выложил на канал в свете Библии, смотреть очень трудно и нудно. То есть целиком, как наша беседа шла там, без всяких клинышек, без всяких реплик. А вообще Алексей прав. Такая бомба, а запала нет. И любви нет. А любовь, что значит, потакание. Как у бабушек. Что? Ешь больше, спи дольше, внучек. Алексей в этом, видимо, бесподобный. Разговор как землянин с инопланетянином. Но шикарно. Сумбурно, Лапкин говорит. Но чувствуется, что вера сильнейшая. Сумбурно. Володя звонит мне, пащет. Благословил Господи. Дальше. Часы возьмете? Вы часы не берете. Я обиделся. Кто-то пишет Юлию. Христос воскресе. Игнатий Тихонович. Молодец. Як Илья. У свий час. А ты что-то откуда-то. Это христианин какой-то пишет. Всех со светлым праздником Пасхи. Христос воскрес. Если бы в сегодняшнем нашем состоянии мировоззрения мы столкнулись бы в своей жизни с Иоанном Крестителем, с Иисусом Христом, с Петром, с Павлом, с Иоанном, со многими пророками, то и к ним ко всем бы у нас не было бы однозначных, то есть однозначных, ни кодований, претензий. Не нашли бы мы к чему прицепиться, и в чем бы их всех уличить. Господь Иисус Христос никак не отменил ни одной заповеди ветхозаветнего закона, но несравненно возвысил их. Все правила и каноны созданы в православной церкви, изрещены соборно-трубами Духа Святого. Это как ПДД для православных христиан. Смотри от Мафеев 5.17.20. Спасибо, Господи. Сатьяна, смотрела эту версию у Лапкина. Все вроде бы тоже, но подача разная, и восприятие совершенно разное. Кому интересно, посчитайте комментарии. И Лапкина здесь увидите разницу. И правда, каждый должен заниматься своим делом. Алексею спасибо за профессиональную, талантливую работу. Посмотрела с удовольствием. Чтобы было красиво смотреть. И он, Алексей, это самое и говорил. Вот и хотели, вот и другое. Понятно, что сказал. Лучшего нету. И деньги эти, которые тратят они на это, у меня нету. Конечно, хорошо бы там, ясно было. Но лепить ничего не буду. В этом есть своя изюминка, как говорят. Агрепина, спасибо за профессиональную работу через вашу призму. И мне по-другому открылся, Игнатий Тихонович. Появилось сострадание к не просто живущему старику, мысли вслух мои. Дались ему эти 719 правил. Может, Господь их открыл для его личного пользования. Личного подвига. Может, если бы не зациклился на принуждение других. Видишь, как принуждение. Будет время, говорится, кровавыми слезами будут плакать. И говорит, почему нас за волосы не тащили к спасению. Свобода. Ну, вот свобода куда выбрали-то? Что? Расхолодили так, что ничего Писания вообще не знают. Ни с каким сектантом сравнить нельзя. Тут говорят, сколько пришло через сектантов беседы. А это никакой роли. Да одна душа спасенная дороже целого мира полного золота. А вот это православный. Он говорит о канонах православной церкви, данных нам через 7 вселенских соборов. А вы говорите от незнания основ веры православной. Вот так. Христос воскрес! Я попросил звонить, чтобы не проспать к 4.40. Какие надежды на вас, Алексей, возлагает этот старец. Много сказано им, но то ли рано, то ли слишком поздно все эти соблюсти. Дай Господи ему здоровья. Прониклась уважением к этому человеку и жалко его почему-то. Тайна мироздания. Своих имен-то нету. Молитва в конце видео завораживает. Светлана. Алексей, вы допустили неточность. Не после исповеди мальчик прозрелого отца Георгия, а после крещения. Какая-то пишет молитва в конце. Это просто восхищение. Это он просил помолиться, Алексей. Алексей, решили в свою веру обратить Игнатия. Змея-искуситель, похоже, действовал. А какой веры-то у него? Никакой веры нет, Алексей. Куда бы он обратил-то? Никак. Я пытаюсь пригласить Потеряевку. Там пожили бы вместе, побеседали по скайпу. Христос воскресе. Алексей, отличное интервью, и вы здесь какой-то другой, более искренний и понятный. Еще не вечер. Названия какие-то себе дают. Но ведь Лапкин четко объяснил Алексею, что он, Лапкин, убирает лопаткой свои какашки-то, потому что теперь среди нас на земле ходит Господь. Это как в Библии написано, когда Бог велел евреям закопать возле их лагеря их какашки, так как он будет ходить там, чтобы помочь евреям. Правда, я не помню, где это было написано и по какому случаю. А Алексей, Ерничий, сказал, что, мол, за лопаткой ходил Господь. Это что такое? Тай-ка, Алексей. Берегись, что придется ответить за свои слова. Говори, да не заговаривайся. Вот так. Ну, я показал, где, пойдешь за стан. Ну, все это. Ну, читайте Библию это. Правдник безо всяких или. Его требования к форме, вроде бороды или даже лопатки, немаловажны. Конечно, в городе Москва лопатка не актуальна. Но в деревне, он же в деревне, она очень даже нужна. Да при том, на лопатку-то сами напали. Вы ездили, придираются ко мне. Вы нарушили. Я говорю, да была она у нас лопатка. И у нас все зарыто. Нигде ничего нет. Они же вопрос задали и теперь вокруг этого пляшут. Священники задали. Мужчина с бородой совершенно иноще себя ощущает, чем мужчина без бороды. Так же, как женщина в юбке и платке, чувствует себя совершенно иноще, чем женщина в штанах и макияже. Вы, Алексей, скорее всего, еще не понимаете, каким образом эти, как вам кажется, пока незначительные мелочи, отражаются и меняют духовное состояние человека. А Игнатий Лапкин понимает, даже если у вас есть опыт общения с психологом и психологические знания, не пройдя путь духовной жизни, вы не сможете увидеть, в кавычках, таких людей, как Игнатий Лапкин. По моему убеждению, сегодня ситуация такова, что он вас видит, а вы его нет. Может быть, вам неприятно это слышать, но так уж духовная жизнь устроена, ничего не поделаешь. Он не в прелести. А вот вас такая опасность стережет. Будьте осторожны. Христос воскреснет. Да неверующий, ну, полностью, сто процентов в этой прелести. Да любят эти слова. Кто-то пишет, Сихону Игнатьевичу много лета. Ну ты. На иконе виленские мученики и вставь без бороды. При жизни отрекся от Христа и обрил бороду. Впоследствии раскаялся, был повешен. Ианом Антонием на дубе. Лариса, в канонах Святой Дух, а в любви. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен в чрезмерной печали. И поэтому прошу вас оказать ему любовь. Вот с какой нежностью апостол Павел призывает отцетиться кающемуся гречнику. А по поводу отвернутого подарка опять скажу об Антоне Штуровском. Он же в Париже, как врач, занимался одной бедной русской семьей. И денег у них не брал, потому что денег у них не было. И вот в конце Великого Поста, когда он уже постился зверски, не нарушая уставных правил, эти люди угостили его цыпленком. И он съел этого цыпленка. Он не мог их оскорбить. Ведь они весь пост собирали гроши, чтобы его отблагодарить. Он съел мясо не как сквернуто, а как дар любви. Бог убивает дух живого творения. То есть вот не в духе, а в брюхе все верит. А теперь прибывает и три. Верно, одежда, любовь. Ну, вот так все слопал. А православный говорит. Самый худший пример, какой можно привести. Он говорит лишь о том, что обучая детей, Антоний Суровский за все время не сказал главного о Христе, о вере, о церкви. Люди даже не знали, что идет пост. А это говорит о том, что любви там не было нисколько. Ему было просто плевать на то, что спасутся те люди или нет. Он просто потакал их котелкам. Не более еще, и бедняков из-за этого объел в пост. Так можно любую прихоть оправдать. Я не хочу их оскорбить. Тоже нашли святого. Галина Лапкин, конечно, энциклопедия ходящая, путеводитель по текстам Библии. Но какая-то странная у него вера. Как у старобрядцев. Полно всяких запретов. И они весь день на их соблюдении сосредоточены. И весь на их соблюдении. Внешний вид для христианина, конечно, важен. Но любовь друг другу важнее. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Потому узнают все мои, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Это должно быть главное отличие. Любовь друг другу. У Лапкина я любви не увидела. Стравлюсь с отцом Владимиром. К тому тянет всей душой. И чувствуется от него именно любовь к каждому из нас. Хочется сидеть и слушать его, открыв рот. И не уходить. Здесь же нет никакой тяги. Хотя и досмотрел до конца. Но с трудом. Вот об этом Андрей-то Ткачев и сказал. Прям на цепочку привязали бы себе за два метра батюшку, что сейчас с вами ходил. Понятие-то о любви-то, о любовь. А что такое любовь-то? Бог любит мир. И потопил весь мир. Да это по любви, говорит Анна Златоуст. Сжег Содом и Гаморру. По любви. Ни одного шага христианского не делать. Это так. Мошкара вокруг. Толпится и все. Ирина, милая, не увидела, значит, еще слепая. Вот я и отвечу. Ирина, потрясающий острый ум в таком почтенном возрасте. Очень высокая планка. Немногие выдержат. Точная характеристика всему. Даже вопроса не возникает. Только после этой беседы дошло. Для чего Алексей поехал в такую даль? Только жаль, что верит Солженицыну и ушел от ответа. Непонятно почему. Достучать до людей будет трудно. А с другой стороны, что творится в храмах, тоже принять нельзя. Где кто ушел от Солженицына? Я, например, никогда не уходил. Я о нем говорю, пишу. Анна. Однозначно, это видео лучше того, что выложили от Лапкина. То есть, без наворотов, без всяких. Но он соединил там из других мест, там молились. А там только одна. Сидели в каком-то помещении, студии названы. Что касается молитв по соглашению, раздражает вышестоящих. Насколько я понимаю, не сам факт ее существования. Это не единичная практика, а бренд. Молитву по соглашению с болгаром. Видимо, усматривая в этом монополию, неконтролируемое управление денежных потоков. А за Путина молиться надо. И за помощника его, Дмитрия, об разумлении. Вчера заходит в меня из Украины один мальчик, больной там ДЦП. Немножки не работает, уже лет 14, наверное, 12. И он списывался с отцом Владимиром Головиным. И тот или кто-то указал на меня. И он говорит, давайте мы тоже им. Я никогда этого не слышал. Но надо, чтобы там помолились за нас по соглашению. Только надо деньги выслать. За каждого человека, который запишет, 10 рублей. Я не верил в это. Не знаю, как это, как за молитву. 10 рублей за каждое имя, помилуй Господи. Ведь говорит-то даже срамно. За молитву имя произнес. Ваня, Иван, Мария, все, 20 рублей давай. Я говорю, да ты что, совсем уже спятили. За молитву. Ну, я каждый день поминаю по 77 святых. Еще по десятке. Я Нина Кудрялсова. Лапкин личность неординарная. Судить о его духовности и силе любви к Богу и ближнему – это прерогатива самого Господа. Но если бы я в своем неофитском состоянии, с обостренным чувством ответственности и не очень сильной воли оказалась под его руководством, религиозный невроз мне был бы обеспечен. Видите, себя определяют, как... Ну, Господь сказал, покайтесь. Подходят люди крестить, и Он кричит, порождение их едины, змеёныши. Ну, еще бы расползлись, в песок зарылись. Отчаяние от сознания собственного несовершенства и невозможности выполнения многочисленных правил церковных постановлений, привело Бог к духовному пролечу и уходу от Бога и церкви. Что-то казармин, обетхозаветие ищутся во всем этом. Много закона, мало любви. Но вот когда не закона, беззаконник живет, но тут у него любовь. Жён меняет всю жизнь, прелюбодействует, курит. Это всё тогда полюбил. Он любит. Любит. А как любит, когда плоть убивает? Курит 12 лет жизни отрезано. Ничего нету, ни одного слова, которое спасительное будет. А я не могу. Господь говорит прямо через Павла. На ресталище многие бегут, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Тамара. Хочется пожелать Игнатию Тихоновичу внучку, которую он будет любить. Ну и далее. Я сейчас быстро буду проводить дальше. Уже заканчивать надо. Вот так прочитайте. Вот отормозите и почитайте. Тормозите и нажимайте. Дальше посчитайте, а потом дальше пойдёте. Мне уже заканчивать надо. Сейчас утренние молитвы будут. Это всё под одним роликом. Ты, Алёшка, с козлиной бородкой, какой-то странный. С отцом Головиным мы, значит, боимся лишнее слово, грубое сказать. А с Клапкиным, как с другом. Сидеем, развалившись. Грубые слова, да и не интерьё, а какой-то диалог. Приехал не узнать человека, ещё и своё мнение навязать. Три восхисательные. Как там тебя обзывали? Жирная свинья. Видимо, не только по состоянию. Тело тебя ассоциировали. Самолюбие, конечно, у тебя на высоте. Дальше, считайте, что тут написано. Мне срочно нужно до конца добить. Качество моей записи хуже. Ну и что из этого? И здесь-то, который ролик-то хвалит, а там Алексеева-то ничего нет. Он со мной беседовал, я молился. Ну, смысл-то в этом? Вот так. И на этом всё сегодня. Благодарим Бога.